Привет-привет! Наконец-таки моя мечта сбылась, и я нахожусь в Элитовке. Это, наверное, самое волшебное, невероятное место в Республике Беларусь. Вот я еще в ожидании счастья. Уже я понимаю весь размах хозяина этого места. В моей голове он до сих пор жив. Сергей Коваль, или его еще называли француз, он, к сожалению, ушел из жизни. И сейчас эту усадьбу, фэнтези-усадьбу, можно посещать. Это очень радует. Раньше тут можно было находиться бесплатно. И этим она и славилась. Также он выходил на встречу к своим посетителям. Здесь еще проводил время епископ мира. Да, есть и такие у нас интересные представители. Просто удивляет, как я до сих пор не знала об этом. Конечно же, меня поразил этот вход. Я сразу мужу стала говорить, что это, наверное, принцесса-лебедь и мой любимый Буратино. Но все намного глубже. Посмотрите, вот эти вот самоцветы я не сразу увидела. Потом увидела. Или куски битого стекла. Я ко всему этому неравнодушна. И потом женщина удивительной красоты, экскурсовод. Как я поняла, она ждала группу. Она сказала, что это Лилит. Я знаю, что Лилит – это первая жена Адама. Я ее видела на картине прерыва элитов. Также вы видите неожиданно. Инопланетянин тоже удивляет. Там ее око открывается. Затем мы зашли сразу. Здесь схемы какой-то нет. Мне напоминает эта усадьба, конечно же, дом, театр, музей Дали в Фигерасе. Очень напоминает. Но меня радует, что это дом, усадьба, фэнтези, усадьба моего соотечественника Сергея Коваля. Что здесь размах более такой содержательный и больше в тенденциях нашего времени. То есть меня просто поразило его видение. И одним предложением я не могу выразиться. Это был домик гномика с деньгами. Кстати, дети, подростки заходят и сразу ищут сундук с деньгами. И я, конечно же, тоже стала его искать. Там еще были желания гномиков, где маленькая дверка открывалась. Даже, видите, домик вдалеке. Ну, очень красиво все. Также удивляет это белое помещение. Ну и видите, человек держит глобус. Его, кстати, можно взять. Мячика и его душит жаба. Как же это актуально. И по всему видно, что, конечно, хозяин тут невероятной души человек был, к сожалению. И очень советую посетить экскурсию. Потому что я так вот в уголке стояла. Немножечко краем уха слышала, как женщина невероятной красоты. Блондинка рассказывала историю Сергея Коваля. Все, что здесь символично. Это вот гараж. Мужу понравилось, как бережно были уложены запчасти. У меня муж тоже увлекается квадроциклами. И здесь квадроцикл, как своего рода какой-то идол. Но у мужчин это идол. Вот эта картина невероятная. Я сделала снимок этой картины. Вот лично мне отзывается здесь. Мне интересно ходить. Вот череп, и он состоит весь из маленьких черепочков. Это тоже удивляет. И здесь вот найдут что-то необычное все. Всех здесь заинтересует что-то. Это я обращаю внимание на змею в сосуде. В принципе, сейчас этим не удивишь. Но здесь такая змея, такая змея всем змеям. Змея. И здесь потом, вот, кстати, обращаю внимание, если вы приезжаете, сразу все вы не увидите. Лучше по второму разу потом пройтись, вы увидите другие вещи. А вот эта вот барная стойка женщин напоминает барную стойку в одном кафе, ресторане в Питере. Тоже там все вот с этой тематикой повязано. То есть у человека была развита насмотренность, и он хотел создать что-то невероятное именно в Беларуси, чтобы о родине, его малой родине все знали. И это просто что-то. Литов Кабай, можно зайти в Инстаграм, более подробно изучить, что несет в себе каждая статуя с сопровождаемым текстом. Это очень интересно познавать. Ну и, конечно же, вот эта психоделическая такая картина, кота, кошечки. Я таких вот подробностей не знаю, но я слышала, что много людей посещали, еще когда был жив хозяин, он выходил на встречу, и потом сказали, что опустела литовка, но я не видела хозяина вживую. Я посетила только спустя пять лет после его смерти. Поэтому всех подробностей я не знала, какие страсти разгорали здесь. И вот, обращая внимание, я второй раз обхожу этот гараж, вижу здесь змею, показываю мужу, и мне это очень нравится. Я люблю такое видение. Кстати, да, вот эту стену сотовых телефонов тоже там все фотографируются. Также здесь разные знаки, символы, атрибуты, аллегории. Все, я это люблю. Люблю. Я считаю, что нужно быть в курсе этих символов. Ну, иногда интересно почитать информацию, что люди другие видят в таких вот вещах. Иногда интересные идеи можно прочитать. Вот в качестве так вот изучить. Ну, и тут, конечно, скандальная история. Адская спальня. Муж прочитал по-другому, и мужчина еще один заходил сюда, он тоже по-другому прочитал, что не адская спальня. Вы поняли, что вход для несовершеннолетних. Мне советуют заходить. Ну, я сразу зашла, там девочка-подросток стояла и нормально с невозмутимым видом смотрела. Очень интересная здесь люстра. Конечно же, есть внутри, рождается какое-то внутреннее ощущение страха. Но я раньше как бы смотрела фильмы ужасов. Мне никто не запрещал их смотреть. Хорошо, что ничего, на меня на психику ничего не воздействовало. Я бояла всего этого. Это естественно. Ну, и я после посещения Литовки решила знакомиться с фильмом «Скованная история» Анжелы Гусевой. И вам советую, я оставлю ссылку на это видео, там просто свидетели его жизни, художницы, она дает интервью. И в этой комнате я после этого интервью по-другому на нее стала смотреть. То есть мне понравилось выражение, что для людей, лишенных свободы, это, наверное, не подходит. Эта комната, каждый вот в меру своей распущенности, наверное. Тут вот просто, как на мой взгляд, я соглашусь с художницей, да, что можно жить со свободой внутри. То есть здесь страхи какие-то. И еще такое выражение, что вместе вот с этими страхами рядом прекрасно и в жизни так. Конечно же, я боялась лечь на эту кровать и посмотреть на эту ужасную женщину. Атмосфера там, конечно, такая будоражащая. Но ради новых эмоций интересно. Вот эти фигурки интересные. Я их видела, когда просматривала видео с епископом мира и потом немножечко так поняла некоторые вещи для себя лично. Конечно, тут историю уже так раскрутили. Такую же историю придумали. А это вечный двигатель. И, насколько я понимаю, его запускают, этот вечный двигатель. Это отдельная история. Этому вечному двигателю вообще лучше посвятить целое видео. Вот это лесной дух времени, визитная карточка этого места. Но, по моему мнению, здесь все является визитной карточкой элитовки этой фэнтези-усадьбы. Вот этот дом, усадьба, который, как говорят, выкупил Сергей Коваль у колхоза. И вот такой вот вход. И здесь еще, говорят, останавливался Высоцкий с Мариной Влади. И тут много было пришло ему свыше. Он написал произведения известных своих. Это «Курительная трубка мира». Тоже экскурсовод очень много рассказывал о взглядах Сергея Коваля на политику, хотя он был далек от политики. Но, конечно же, мне кажется, у него свое мнение было. Вот эта лепка, я не знаю, кто мастер, к сожалению, но хотела бы узнать, может кто-то, случится чудо, посмотрит это видео. Жаль, что мои видео о моей малой родине иногда набирают достаточно количество просмотров, а иногда маловато. Но я надеюсь услышать ответную реакцию от Вас. Очень жду, что Вы поддержите меня и поставите лайк, напишите комментарий. Родословная, Катьки, мы Катьки. Очень интересно. Конечно же, в этой усадьбе будет интересно и взрослым, и детям. Я бы сказала, очень похожая идея, что вот ее можно посещать без экскурсовода, но экскурсовод так красиво, так душевно раскрывает смыслы. И это нужно знать, это интересно знать. Русалки, я обожаю русалок, конечно же, я не могла бы пройти просто так равнодушно. Здесь четыре стихи нарисованы на потолке, внутри Бога изобразили. И это очень интересно. Я когда-то услышала мельком от экскурсовода, то я поняла. Кстати, к этой женщине невероятной красоты. Я услышала, очень многие хотят попасть именно на экскурсию по усадьбе. Именно к этой женщине. Она вот мне даже напоминает чем-то такую вот эту богиню в моём мировоззрении Лилит. Но она такая невероятная. Вот в ней есть энергетика, от неё исходит энергетика. И в фильме даже о Мегусевой я почувствовала эту добрую энергетику, такую, знаете, вот свет. Свет. И также я обратила внимание на фарфор. Извините, что я дотронулась до этого фарфора, но мне не сделали замечания. Это немецкий фарфор. Хочется подержать его в руках. Я неравнодушна к фарфору, уважаю любой фарфор. И винтажный, и наш добрышский. Потому что всё-таки я люблю свою родину и восхищаюсь. И не ожидала, что у нас есть такие фэнтези-усадьбы, которую я приравниваю к даже музею Сальвадора Дали. Тут своё видение, своя позиция тоже. Тут послание потомкам, ну, это мы ходим по этому дому-усадьбе. До сих пор, потому что здесь, конечно, просто ходишь с открытым ртом и восхищаешься. Мне нравится такой дизайн, мне это всё отзывается. Я люблю такую оригинальность, и чтобы эта оригинальность была символична. То есть здесь всё не просто так. Также я, когда смотрела видео журналистки, там очень много говорилось о памятнике еврейской девочке. Тоже это отдельная история. Ну, Сергей Коваль – это человек просто невероятный, очень всё талантливое, экстраординарно. Это соотечественник большого масштаба, Сергей Коваль. Он хотел, чтобы о литовке знали все, и я думаю, что стоит, это стоит того, и о литовке узнают все. У неё есть будущее. Ну, и опять же, я неравнодушна к русалкам, к этой лепке, вы поняли, поэтому я отдельно вот так вот засняла, чтобы оставить в мозгу запечатлеть эти невероятные произведения искусства. Также здесь вот шкатулочки, любимые мои шкатулочки, флакончики, видите, в виде треугольника, невероятная шкатулка с кольцами, и горный хрусталь, и хрустальные вазочки, тоже, мне кажется, они несут ценность. Пол мне нравится, мраморный столик. Я тоже захотела здесь как бы так вот покрасоваться, и, знаете, мне такой дизайн нравится. Я бы даже хотела сама вот жить в таком. Ну, и, конечно же, я, по-моему, в Эммануэле видела такую переодевалку, во многих фильмах встречала. Я люблю такое. Мне всё здесь отозвалось. Единственное, я немножечко напряглась, когда прочитала несколько статей, пошерстила интернет. Конечно, человек гениальный, и плохо, что какие-то вот ходят вокруг его гениальности, сплетни. Жаль. Жаль, печально. Тут всё намного глубже, чем кажется. Намного глубже. Это хорошо, что здесь собрались люди, сделали такое дело великое. Ну, это Высоцкий. Вы поняли, что так как он здесь останавливался с Мариной, Влади, реликвиавариум, даже вот это вот название задевает. Кстати, вот это изображение Высоцкого ещё более такое жуткое, чем адская спальня, на мой взгляд. Но мне нравится такая подача. А это вход в дом. Я потом узнала, это как вход в гробницу, египетскую дверь. Вот. То есть здесь иероглифы. Всё как на входе в гробницу, в этот дом. Я зашла ещё раз, потому что там проходила экскурсия. Как я услышала, захотела второй раз сходить. Это Наргиз. Как я поняла, ему она нравилась. И я сразу узнала, что это Наргиз. Тут даже и думать не нужно. Ну, женщина, конечно, и внешность, и голос. Невероятно что-то. Конечно же, стоит туда уделить внимание и лесному духу, и падшему ангелу. А наверху муж думал, что это лебедь, а это кит, скорее всего. И, конечно же, он сам, Сергей Коваль, на лошади. Я не поняла сначала. И в доме есть его портрет. Не знаю, кто художник, к сожалению. Хотела бы узнать, надеюсь, на ваши комментарии, кто более глубоко изучил его жизнь. А это стоит того. Если будет продаваться книга, я даже куплю книгу. Здесь говорятся слова о красоте из «Идиота» Достоевского. А это аквариум, где лисёнок и самолёт. Всё понятно. Маленький принц, только маленького принца, на мой взгляд, не хватает. Рука орёт. Тут тоже отдельная история. Какие-то головы обезьянок. Я немножечко не поняла, а хотела бы понять. Потому что я люблю вот эти объяснения. Это я в уборной. Тут, видите, кран в виде дельфина. Сумочку очень мило мне было повесить на такой крючок. Я не видела. И чернильница. Когда выходишь из уборной, вот этот дом в виде чернильницы. Просто что-то. Ну и, конечно же, хотелось... Нам нужно было поторапливаться. Мы хотели посетить ещё другие места на родине. И, конечно же, снаружи я подошла ещё более глубоко, пофотографировала, изучила. Плуг ему отдельное отдано место. И тут вот, если рассматривать, хвост тоже в виде змеи. Это не сразу заметно. То есть очень многих вещей сразу не замечаешь. Потом только подходишь. Здесь самое также находится в Литовке. Самая красивая остановка. Здесь история написана. Можете остановить, почитать. То есть первое поселение на месте деревни Литовки было основано палапскими племенами. Переселенцы между речью Лабы, Эльбы. Недалеко от озера находится памятник природы. Большой камень литовский. Рядом костёл святого Казимира. 15 век. Представляете, мы его не посетили, но мы хотим сюда ещё попасть, потому что мы были без детей. А я бы, конечно, хотела бы со старшим сюда попасть, потому что это должен видеть каждый. А это Гражина на остановке. Потом я узнала, что сердце горящее было похищено. И табличка вандала установлена. Вот. Небо. Это поэма Адама Мицкевича Гражина. И много здесь посвящено. Очень богатая история. Богатое, гениальное место. Просто стоит его посетить. Адама Мицкевича Гражина. Адама Мицкевича Гражина. Адама Мицкевича